Салам, родные мои! Добро пожаловать на канал и добро пожаловать на новый видеоролик. Меня зовут Никита и я являюсь главным хейтером Аризоны РП. Спросите, почему? Да, потому что последние видеоролики как раз-таки именно про это. Я в открытую критикую проект за его ошибки из-за того, что происходит на нем не так. Окажусь ли я когда-нибудь в ЧСП проект из-за этого? Не знаю, возможно, но мне кажется, что нет. В общем, надеюсь, вам интересно будет послушать, почему стоит критиковать Аризону и какие ошибки она вообще допускает. Ну а я только напоминаю вам о том, что играю на 17 сервере Аризон РП. Мойник Лил Хеннесси и промокод хэштег фавелка шоу. Желаю приятного просмотра. Что ж, мои последние видеоролики на Аризоне активно критикуют проект за те ошибки, которые он допускает. Но я все еще не в ЧСП проект, а значит могу говорить об этом смело. Почему стоит критиковать проект и почему это правильно? В последнее время под своими видеороликами я активно замечаю, что люди со мной не согласны и говорят о том, что зачем я спорю и к чему я вообще все это говорю. Если мне что-то не нравится, то я могу идти на другой проект. Но мне нравится играть на Аризоне. Мне нравится этот проект и мне нравится подход разработчиков и администраторов к своему делу. Мне просто не нравится, что хороший проект допускает довольно грубые ошибки, которые его портят. Я не хочу играть в будущем в проекте, который скатится из-за своих же ошибок, потому что игроки молчат. Это довольно-таки неправильно и это глупая позиция, что всегда нужно молчать и уходить, если тебе что-то не нравится. Давайте небольшой такой пример вам приведу. Смотрите, вот вы учитесь в школе, с 1 по 4 класс у вас все круто, вам все нравится и вы думаете, что ваша школа самая лучшая на районе. Но со временем вы переходите все в новый-новый класс и вы начинаете видеть какие-то проблемы, которые возникают в системе образования вашей школы. У вас есть два варианта, либо вы пойдете к родителям, скажете, что что-то не так и какой-то учитель вас угнетает, или же просто неправильный подход к детям, либо же вы пойдете в другую школу. И мне кажется, здесь самый логичный ответ, это вы пойдете рассказывать всю ситуацию своим родителям, а родители пойдут уже в школу разбираться с учителем или же с директором. Потому что не нужно менять то место, где вам нравится и то место, где вам комфортно. Особенно если учитывать, что с 1 по 5 по 6 класс вы учились довольно-таки хорошо и вас все устраивало. Значит, проблема оказывается не в школе и не в том, что вам здесь не нравится, а проблема оказывается в том, что появилась какая-то проблема, которая неправильно подходит к вам и неправильно подходит к системе образования. И с этим нужно разбираться, при помощи того, что просто нужно разговаривать. То же самое и здесь. Аризон РП это РП проект. Разработчики по сей день не убирают приставку РП. Так еще и пытаются доказывать то, что это проект РПшный. И то, что здесь проходят мероприятия, которые повышают этот самый уровень. Так почему же я не могу критиковать разработчиков и администрацию за то, что они допускают ошибки по развитию РП процесса своими же обновлениями и своими неправильными системами, которые добавляют на проект. Я вижу, как разработчики пытаются что-то исправить и сделать проект свой лучше, но следующими действиями его убивают. Следовательно, я как игрок это все наблюдаю и хочу, чтобы этого больше не повторялось. Для этого мне нужно говорить об этих ошибках. Говоря об этом публично, я собираю большое количество мнений, собираю большое количество аудиторий и таким образом имею чуть больше охват, чем если бы я просто где-то об этом написал. Поэтому мои видеоролики несут не вред, а наоборот, пользу проекту. Чем больше охват у этой проблемы и чем больше игроков с этим согласны, тем быстрее эта проблема будет решаться. Я не раз критиковал проект за то, что они добавляют ненужные работы, ненужные системы, которые в принципе потом и оказываются реально ненужными. Игроки попросту о них забывают и ими не пользуются, даже если это как-то выгодно. Игроки привыкли уже к тем работам и к тем системам, которые есть на проекте, и их довольно-таки много. Но есть одна большая проблема, о которой опять же нужно говорить. Добавляя что-то новое, разработчики забывают о том, что нужно фиксить что-то старое, что-то ненужное, что-то давно забытое или что-то неправильно работающее. К таким вещам можно отнести половину работ, которые имеются на проекте, на которых зарплаты не фиксились со времен не знаю какого момента, наверное еще динозавры существовали и новый остров. И не обязательно добавлять что-то кастомное или же полностью менять систему работы, или ее нужно удалять. Можно просто повысить зарплату и сделать ее актуальной, для того, чтобы игроки развивались и играли в разные работы. Но иначе возникает вопрос, зачем дополнительная нагрузка нужна моду, дополнительные строчки в коде, если это все равно никому не нужно. Можно просто почистить код и сделать его немного меньше. Но и также не нужно забывать о том, что есть бизнесы, которые давно неправильно работают, и у которых огромное количество багов, которые стоит пофиксить и которые будут довольно-таки интересны игрокам. Особенно я молчу о тех бизнесах, которые почти не приносят прибыль, но при этом развивают количество ботов и читеров на проекте. Я совсем недавно узнал о том, что разработчики говорят о том, что пока что-пока что некоторые вещи не в приоритете, а то, что там огромное количество ботов, и о том, что это портит экономику, видимо, никому не важно. И скажите мне, как здесь можно молчать? Как здесь можно просто закрывать на это глаза? Разработчики прямо говорят, что некоторые бизнесы не входят в список изменений. И разработчики прекрасно знают о том, что есть проблемы этих бизнесов, и которые можно пофиксить буквально за пару дней. Самое обидное, что с каждым обновлением мы ждем все новые и новые бизнесы. Мы ждем новые системы и что-то интересное новое. Но почему нельзя пофиксить старое? Зачем создавать целую систему для нового бизнеса, когда можно обновить старый бизнес? Для меня это загадка, я не могу на это ответить. Может быть вы можете? Вы же ведь защищаете Аризону и говорите, что нельзя ее критиковать. Я хочу наоборот сказать о том, что Аризону нужно хейтить, Аризону нужно критиковать и нужно обсуждать проблемы, которые есть на проекте. Если мы с вами все будем молчать, будем уходить с проекта, то Аризона, во-первых, потеряет онлайн, во-вторых, будет продолжать добавлять самые ненужные вещи, которые только можно придумать, и игроки просто потеряют интерес к проекту. Аризона станет чем-то непонятным, чем-то грустным, чем-то серым и чем-то блеклым. А ведь на сегодняшний день Аризона это монополист, а это еще больше заставляет критиковать этот проект. Если вы знаете, кто такие монополисты, то вы прекрасно понимаете, как работает рынок. А если нет, то коротко сейчас объясню. Аризона единственный на сегодняшний день крупный проект в сфере сампа. А значит, что Аризона диктует правила, диктует игру и управляет этой самой игрой. А когда у Аризоны есть все, что она хочет, то она начинает закрывать глаза на что? Правильно, на свои проблемы, на свои ошибки, на то, что может делать не так. У игроков все равно нет выбора. Игроки все равно останутся, и игроки все равно будут играть. Но только не забывайте, что это все не вечно. Когда-нибудь, возможно, появится новая Аризона со своими системами, и игрокам она понравится больше. Да, появление новых проектов это хорошо. Но я не желаю никогда и не буду желать угнетения Аризоне. Это проект, прошедший огромную историю, большой этап в своей жизни, и который достоин только лучшего. Поэтому, друзья мои, не считайте меня плохим игроком Аризоны, не считайте меня хейтером и не считайте меня критиком. Я просто желаю добра к проекту, на котором я играю. Ну а с вами был я, Фавелка Шоу. Меня зовут Никита. Всем удачи и до скорой встречи.